Вот здесь это все находится. На вторых, на третьих этажах залазим через эти окна, через мешок. Попасть в этот недостроенный дом на улице Парковой сложно, но при желании можно. Такое сомнительное соседство раздражает местных жителей. И вдвойне неприятно для тех, кто так и не получил здесь заветных квадратных метров. Строительство началось в середине 2000-х. Уже вступил в силу федеральный закон номер 214 о долевом участии. Его приняли после целой волны историй с обманутыми дольщиками по всей стране. Застройщики предпочитали работать по нему, подтверждая тем самым свою надежность. Здесь же хозяйствовали по старинке. В итоге покупатели квартир начали кормить обещаниями, а в 2011 году объект официально получил статус проблемного. Руководителя компании признали виновным по пункту Б. Части 2 статьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверия. Спустя некоторое время он умер. Мы прошли 37 судов и на одном суде уже вынесли решение суд достроить, что мы являемся, у нас есть документ решения суда, правиль собственности. Во всех инстанциях мы прошли уже, во всем буквально, в реестре. В Краснодаре стоим первые на очереди, стоим по краю первые на достраивании, на дальнейшем достраивании жилья. И вот, а вот сын или там, в чем тормоз, в чем проблема, в чем? К теплому морю, это самое, хотела переехать, ну вот и переехала. 14 лет не купаюсь, а вот это борюсь. В городской администрации людей понимают, но решить их проблему в одиночку муниципалитет не может. Уже несколько лет идет поиск застройщика, который смог бы достроить проблемные объекты. На этой площадке их три. В управлении капитального строительства подсчитали, что сегодня на завершение и подключение к сетям, без учета внутренней отделки квартир, потребуется порядка 460 миллионов рублей. Одна из компаний взялась составлять смету, однако в итоге отказалась нерентабельно. Нужен привлекательный участок земли под строительство, чтобы компенсировать расходы. Закон, который принят краем, он только в апреле месяце в закону сил вступил. И для того, чтобы он заработал, необходимо разработать еще подзаконные акты, в том числе методику предоставления земельного участка инвестору, что сейчас и происходит. Соответствующие документы должны появиться осенью текущего года. Со своей стороны муниципалитет передал в Край данные о свободных земельных участках. Будет выделять Край, будет разрабатывать и площадь, сколько необходимо предоставить, стоимость. Это все будет разрабатываться Крайем. Мы краю предоставляем только информацию об имеющихся земельных участках на территории Анапы. В администрации заверили, что поиск инвестора не прекращается. Один на один со своей проблемой дольщики не останутся. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.